Сегодня у нас будет тема, несколько, так скажем, отличающая от всего, что вы до этого слушали. А именно мы сегодня рассмотрим, как бы, с одной стороны, вспомогательный аппарат криптографии, а с другой стороны, очень важный. А именно, случайные последовательности и способы их генерации. И способы генерации, методы генерирования. Ну, во-первых, давайте, какие есть определения случайных последовательностей. Ну, случайная последовательность, обозначение у нас будет, обозначение случайной последовательности. В каком случае, ну, мы, либо x, либо x1, x2, так далее, xt. Ну, может быть, будем обозначать xe, где, соответственно, знаки последовательности x и принадлежат некоторому алфавиту из M-символа. ZM – алфавит из M-символа. Соответственно, чаще всего M равняется 2. И рассматривается двоичный алфавит. И двоичные последовательности. То есть последовательности нуля и единиц. Именно такие последовательности в современной криптографии и, прежде всего, используются. И все преобразования криптографические выполняются вот с такими последовательностями или с булевыми функциями, которые вы до этого рассматривали. Вот. В каком смысле можно говорить о случайной последовательности? Ну, отделение 1. Ну, последовательность. x1, x2, xt. Называется случайной. Называется случайной. Если... Ну, мы здесь рассматриваем ее как xe, как случайной величины. Ну, если xe... Ну, тут лучше добавить совершенно случайное слово. Называется совершенно случайной. Совершенно случайной. Если xe – это независимая совокупность. Совокупность случайной величины. И вероятность того, что xe равняется какому-то альфа и... Альфа и Zm равняются. Уравняется единица на n. То есть они равновероятны. Равновероятны. Вот. Ну, иначе... Иначе любой вектор для любого альфа 1 альфа t принадлежащего, соответственно, Zm в степени t вероятность того, что вот xe равняется альфа и... и от единицы до t она равняется единице поделить на m в степени t. То есть это такое стандартное вероятностное определение случайной последовательности. Ну, случайная последовательность в таком определении, конечно, возникают сложности с проверкой случайных последовательности. Действительно ли они являются совершенно случайными? Совершенно случайными. Тут имеется в виду, что все знаки равновероятны. Последовательность может случайной, когда и знаки и не будут равновероятны, а с некоторым распределением идти. Они тоже называются случайными, естественно. Как их проверять? Во-первых, конечно, тут два варианта проверки согласно этому определению. Именно если у нас генератор случайных последовательностей, мы имеем возможность многократно его запускать и получать вектора длины Т, много-много таких векторов. И мы можем таким способом статистически проверить, является вероятность проявления такого вектора от единицы на m степеньен. Можем, соответственно, выбирать одну длинную последовательность. Если считать, что она стационарна, или, иначе говоря, ее вероятность и свойства, будем говорить, приблизительно, грубо говоря, не меняется со временем, то можно оценить, является ли последовательность случайной, и все ее последовательности будут ли случайны по одной длинной последовательности. Ну, там есть много разных, более формализованных способов определения случайности. Ну, и существуют тесты для такого способа определения. Ну, наиболее известны это тесты Нисовские, где 16 главных тестов и вариантов, вместе с вариантами, там более 160 тестов различных. Проверять вот такие вероятностные свойства последовательности, являются ли они случайны. Эти тесты были специально разработаны для проверки криптографических последовательностей, и именно с нулями и единицами, которые, знаки появляются. Ну, есть, конечно, много промежуточных таких тестов. Каким свойством должна такая случайная последовательность обладать? Ну, равновероятность знаков. То есть знаки, если будем говорить о двоичных последовательностях, нуля и единиц, появляются с вероятностью 1,2. Знаки должны быть некоррелированы. То есть коррелированы мы можем, опять же, определить, только если имеем многократное повторение последовательности. Знаки или... Знаки, соответственно, желательно, чтобы были независимы. Любые M-граммы или L-граммы, они будут появляться, соответственно, если, опять же, двоичная последовательность, вероятность единица на L в степени 2, в степени... 2 в степени T, единица на 2 в степени T. То есть эти способы проверки такие существуют. Ну, однако, даже среди этих последовательностей есть такое понятие, как типичные и нетипичные последовательности. То есть... Если у нас такое определение совершенно случайно последовательностей, то любые последовательности, они появляются с одинаковой частотой или с одинаковой вероятностью. В том числе последовательность всех нулей, всех единиц, или там какие-то половины нулей, половины единиц, они также появятся с такой же вероятностью, как и любая другая последовательность. Но, однако, вот так интуитивно не хочется называть последовательность всех нулей или всех единиц или последовательность 0, 1, 0, 1, 0, 1 случайно. Ну и существует понятие такое, как нетипичные последовательности. Ну, это понятие не только теоретическое, но и для практики оно соответствует. Ну, в криптографии вот такие вот выпадающие последовательности, скажем, из всех нулей или всех единиц, они действительно, если эта последовательность была ключом, они действительно, даже не зная этого ключа, они позволяют более эффективный криптоанализ производить. Поэтому последовательности можно делить на типичные и нетипичные. Ну, если условно говорить, то, так скажем, нетипичные последовательности, они сильно отклоняются от... вот, так скажем, такой средней последовательности. И есть несколько подходов к определению типичных последовательностей. Ну, вот... Ну, определение 2. Последовательность Последовательность x, x1, xt С независимыми Независимыми знаками И Распределением И некоторым Некоторым Распределением П На Z Вот, M То есть на выборе Знаком Называется Типичный Типичный С константой дельта Дельта Если Вот Вероятность Вот этой Последовательности Конкретной Это имеется ввиду Задана конкретная последовательность И минус Энтеропию Распределения Ну, которое считается Согласно распределению На множестве На На Алфавите Будет Меньше Или равняться Дельта Ну, это одно из определений Такой Нетипичной Последовательности Ну, и в общем-то Если говорить О Типичных Последовательностях То Их будет Большинство Мера их будет Близка к единице Всех Последовательностей Вот А нетипичные Последовательности И Вероятность Каждой Типичной Последовательности Примерно Одинаковая А нетипичные Последовательности В сумме Они Будут Значительно Меньше Чем Типичные Последовательности И их можно считать, что при выборе их надо отвергать, при выборе для качественных криптографических применений. Ну здесь тоже вероятностное определение, теоретико-вероятностное определение. Давайте еще одно определение посмотрим, случайно последовательности, а именно определение Калмагорова. Последовательность. Х1, Х2, Х2. Ну и давайте рассмотрим здесь последовательность двоичную. Ну а именно Х2 принадлежит 0. Называется случайной последовательностью. Случайной последовательностью. По отношению к множеству. Р от Х. Давайте. Множеству Р от Х. Правил выбора подпоследовательности. выбора от последовательности 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 x если до называется уточним н епсилон случайный н епсилон случайно последовательность по отношению к множеству r от x правил выбора подпоследовательности если для любого ну давайте для любого r принадлежащему x ну и вот r от множества соответственно ну дает некоторые а для любого и принадлежащего дает некоторое а это соответственно подмножество индексов из из t под множество индексом если для любого r вот r выбирает под последовательность выбирает под последовательностью сумма да если для любого r существует p существует p некоторое p от нуля до единицы такое что соответственно сумма x и по и сумма x же по же принадлежащим r и то есть сумма индексу и иначе это говоря это просто количество единиц поделить на мощность этого множества на мощность а и минус одна вторая то есть минус p минус p и по модулю это меньше чем епсилон ну иначе говоря считается отклонение знаком вероятность появления знака в подпоследовательность если вероятность появления знака в подпоследовательности отличается не больше чем на епсилон от p некоторого то это последовательность называется n епсилон случайный с константой p ну вот и калмагоров доказал утверждение калмагоров доказал утверждение что если если мощность вот r вот это множество правил r вот x а но здесь еще для 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 любого r и такого что такого что соответственно мощность а и больше или равняется n то есть для достаточно длинные подпоследовательности для достаточно виды подпоследовательности если мощность не больше чем е в степени 2 н епсилон квадрат единица минус епсилона если то существует константа то для любого p от нуля до единицы существует последовательность 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 x x1 xt t больше n такая что соответственно это последовательность это последовательность н x x случайная с константой b константой b но это определение очень интересно чем что она дает возможность говорить о конкретно заданной последовательностью является ли она случайно или нет конечно тут вот этот набор правил которые выбирают под последовательности он довольно сложно определяется но во всяком случае вот для определения конкретной последовательности дает метод проверки случайности то есть надо выбирать различным способом под подпоследовательности и соответственно определять вероятность знаков них ну конечно существует много более конкретных тестов и проверяет конкретные свойства вот я говорил о частоте появления знаковым грамм там корреляционным зависимости но отсутствие каких-то повторений длинных повторений или вероятности длинных повторений ну давайте мы теперь посмотрим просто как это последовательности можно генерировать способы 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 генерирование давайте ограничимся для простоты способы способы генерирования случайных или совершенно случайных совершенно случайных 0 1 последовательности способы способы генерирование с генерирование так далее икс т где соответственно вероятность появления вероятность того что икс и равняется вероятности того что икс и равняется единица равняется 1 2 и знаки вот икс и это независимы независимы совокупности совокупности то есть мы идем по определению 1 вероятностное определение такое но что сказается определение калмагорова ну конечно она довольно таки строится это под множество если правил выбора множество правил выбора довольно сложно строится вот но она позволяет решать вопрос о конкретной последовательности вот так скажем теоретически является ли не случайно или нет ну а вообще говоря конечно чаще используют вероятностные тесты различные вот то есть рассматриваем такие последовательности ну и она называется вот совершенно случайно вот в таком случае так что касается криптографических приложений какие могут быть генераторы случайных последовательности генераторы в более общем случае случайных чисел генераторы случайных чисел генераторы случайных генераторы случайных последовательности ну во-первых так можно выделить классы Их называют истинные генераторы случайных чисел. Для генерирования знаков используют первичные физические источники шума. Первичные физические источники шума. Считается, что детерминированные генераторы случайных чисел. Это для получения последовательности. Используются детерминированные. Детерминированные алгоритмы используют. Детерминированные математические алгоритмы. Преобразования некоторых начальных состояний. Ну вот, так скажем, классический такой генератор. Например, линейный регистр сдвига, с которыми вывод хорошо знакомый по потоковым системам шифрования. Линейный регистр сдвига. Очень качественный у него с вероятностной точки зрения. С точки зрения таких статистических свойств последовательности. Но поскольку он линейный, то эти знаки не являются независимыми. Они линейно зависимы и легко предсказуемы. То есть в истинной совершенно случайной последовательности знаки должны быть непредсказуемы. То есть есть, конечно, определение случайной последовательности через вот это качество непредсказуемости следующего знака по всем предыдущим знакам. Ну это фактически, если так определена последовательность, то эти знаки непредсказуемы там. В линейном регистре сдвига знаки будут легко предсказуемы. Ну и чтобы есть, конечно, и другие возможности. И третий способ это сочетание вот таких вот. Сочетание генераторов истинных, назовем их, чтобы прочекнуть, истинных генераторов случайных чисел. И детерминированный генераторов случайных чисел и последовательности. То есть вот такое сочетание дает возможность качества, важное качество истинного генераторов случайных чисел. А именно какие там важные качества? Прежде всего, некоррелированные знаками. И невозможность предсказать следующий знак. Ну, что касается равновероятности, то она, в общем, легко там подправляется. А главное вот независимость непредсказуемых знаков. В детерминированном генераторе случайных чисел, вообще говоря, знаки, как правило, предсказуемые. Но если их объединить, то тогда по-разному объединять можно. Ну, вот можно считать, например, потоковый шифр, это детерминированный генератором случайных чисел. То есть гамма, которая, последовательность гамма, потокового шифра, это можно считать последовательность, сделанная детерминированным генератором случайных последовательностей. Но исходное некоторое заполнение, ключ, это совершенно случайная последовательность должна быть. И ключи в криптографических алгоритмах, как правило, используют истинные источники шума, первичного шума. То есть, вообще говоря, не рекомендует и даже правилами запрещается использовать какие-то для генерации ключей чисто детерминированные алгоритмы без определенного зерна, которое получено с помощью физических датчиков случайных чисел. Ну и если вам, допустим, кажется, что вы можете феерировать, так скажем, случайную последовательность просто вот из головы, каждый раз новый знак случайным образом выбирать, то это неоднократная такая проверка показывала, что это иллюзия. Если вы будете даже пробовать наиболее случайную последовательность сделать, чем она может быть в самом деле. Вот именно это как раз желание и испортит весь ваш эксперимент. Ваша последовательность будет явно не случайной. То есть, случайная последовательность может появляться много нулей подряд, много единиц, чего вы, наверное, если будете сами, 50 такую последовательность не захотите. То есть, нельзя использовать в качестве случайной последовательности какие-то чисто генераторы, вот в качестве совершенно случайных последовательности. Генераторы детерминированные или какие-то выборки из, ну так скажем, непонятных источников. Дальше. Генераторы, конечно, они отличаются еще и по практическим применениям. Ну, генераторы случайных чисел. Это они используют физические свойства случайности. Ну, например, чаще всего это использование случайных диодов. У них есть, конечно, недостатки. Они дороже, чем запустить, допустим, линейный регизр сдвига на любом компьютере. Они дороже. Они не так хорошо совмещаются с криптографической аппаратурой, потому что детерминированные датчики случайных последовательностей, они, в общем-то, фактически уже делают такие же преобразования, как криптографические преобразования, легко совмещаются. Ну, истинные датчики случайных чисел, они еще подвержены внешним условиям. То есть температура, допустим, или какие-то другие внешние условия могут влиять на вероятность появления знака. Не так устойчивы. Ну, скажем, линейный регистритор и двигатель с очень большой устойчивостью дает нули-единица. А генераторы истинных случайных чисел, они, в общем-то, не так устойчивы к появлению знаков. Но зато они обладают очень хорошим свойством непредсказуемости. Ну вот, давайте посмотрим еще способы. Ну вот, источники первичного случайного шума. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok